Здарова, чуваки, это Прил, и сейчас я расскажу о рукоятках. Последнее время я видел очень много вопросов в разных местах, на ютубе, твиче, вконтакте и к разным игрокам. Мол, какую рукоятку использовать и зачем вообще нужны любые рукоятки, кроме вертикалки и легкой? Постараюсь полностью объяснить, зачем вообще нужны разные рукоятки. Для начала поясню про пару терминов. Базовая отдача – это собственная отдача, которая присвоена каждому девайсу. Рисунок отдачи – это общий вид того, как будет двигаться прицелом вверх при зажиме. Восстановление отдачи – это скорость восстановления оружия после спрея, возврат прицела на место и возможность повторного зажима. Первое – угловое цевьё. Ручка, которая раньше была популярна, но сейчас почти уже никем не используется. Из плюсов – снижение горизонтальной отдачи, легкое ускорение прицеливания. Из минусов – не снижает вертикальную отдачу, не оказывает влияние на восстановление после спрея или выстрела, не снижает базовую отдачу или общий рисунок отдачи. Если вы оказались без рукоятки, то теперь имеет смысл надевать на М416 угловое цевьё. После очередного молчаливого апгрейда она теперь реально меняет отдачу по горизонтали, но про вертикальную забывать не стоит. Второе – легкая рукоятка. Ручка, которая некоторое время назад была апнута, и с неё стало тоже можно зажимать, но изначально она была предназначена для одиночного ведения огня. Из плюсов – восстановление прицела после выстрела, возможность легко контролировать спрей первые 10-15 патронов. Из минусов – сильно бьёт по долгому спрею и не уменьшает отдачу. Из-за того, что после появления этой рукоятки она была ужасной для спрея, многие до сих пор не берут её и остаются без рукояток вообще. Но её апнули уже достаточно давно, и зажимая с неё первые 4-5 пуль пойдут максимально точно. Следующие 5-10 пуль нужно будет контролировать отдачу, но теперь с неё реально зажимать. Если вы попали первыми пулями, добить уже не так тяжело, а если совсем не попали, то следует перестать спреить и начать спреить заново. Третье – упор для большого пальца. Ручка, которая идеальнее всего подходит на ПП, но и на АР она тоже часто используется. Ускоряет время прицеливания, из-за чего подходит для быстрых реакций на врага в закрытых пространствах. Из плюсов – снижает вертикальную и горизонтальную отдачу, слабее, чем вертикалка или красная. Ускоряет прицеливание – улучшает возможность тапать и восстанавливаться после спрея. Из минусов – недостаточное для многих уменьшение отдачи по обеим осям, и не снижает базовую отдачу и не уменьшает общий рисунок спрея. Упор для большого пальца сам по себе довольно средняя рукоятка. Из-за его особенностей его относят к ближнему бою, но по факту он остаётся довольно универсальным цвьём. Особенно возрастает его польза на СКС с Х4 или Х6 прицелом, к примеру на том же Саноке, или на последних кругах. Плюс с ним очень удобно пикать, из-за высокой скорости. Также то время, которое срезается благодаря рукоятке, порой сможет помочь вам успеть навестись на внезапно появившегося врага. Всё, конечно, зависит от вашей реакции, но зачастую не хватает именно времени прицеливания. Четвёртое – уменьшенная рукоятка. Ручка, которая по всем апрельским патчам должна была вывозить вертикалку и полностью её заменять. Из плюсов – снижает вертикальную и горизонтальную отдачу. Сильнее, чем вертикалка. Снижает общий рисунок отдачи. Снижает базовую отдачу. Уменьшает время восстановления оружия для следующего спрея. Из минусов – сильно режет возможность тапать. Красная рукоятка – одна из лучших рукояток в игре. Многие её недооценивают, особенно старые игроки, которые раньше играли с двумя М416, на одной из которых стоял X8. Конечно, она реально жёстко режет возможность тапать. Стрелять по пуле, конечно, можно, но это начинает требовать высокого умения контролировать отдачу и наводиться от игрока. Плюс поддерживать невысокий темп стрельбы. Поэтому эту рукоятку я рекомендую использовать только для девайса, с которым вы будете воевать в ближнем бою. Иными словами, красная рукоятка только для сетапа с ДМРкой или АРкой с прицелом. Пятое – вертикалка. Эталонная рукоятка всех игроков. Почти каждый стремится найти её как можно быстрее. Из плюсов – снижает вертикальную отдачу. Снижает общий рисунок отдачи. Снижает базовую отдачу. Слегка уменьшает время возврата прицела в исходную точку после выстрела. Из минусов – время от времени её сильно уводит по горизонтали при спрея. Вертикалка также одна из лучших рукояток в игре. Дает все необходимые компенсации вертикальной отдачи. Гасит базовую отдачу, паттерн. Но! Первое, в чем заключается проблема – это то, что останавливаясь на одном аттачменте, вы сужаете свои возможности. Не найдя вертикалку, ваш спрей будет неуверенным, неточным, и ваша катка будет проходить для вас не лучшим образом. Вторая проблема – это увод отдачи по горизонтали. Сколько бы я не тестил эти рукоятки, не всегда, но достаточно часто красная остаётся на месте дольше и стабильнее, чем чёрная. Её почему-то всегда ведёт по горизонтали в сторону, даже если я максимально потею и стараюсь её контролировать. По факту это не делает вертикалку хуже. Она наиболее универсальна, с неё можно как спреить, так и тапать. Найти её не всегда сложно, да и большинство игроков к ней очень привыкли. С ней можно спокойно брать сетап с каром или М24. Ведь поменяв прицел с девайсов, вы сможете дострелять противника. Отлично подходит для больших карт, особенно если у вас второй девайс SR. Если же второй девайс DMR, то пользы от красной будет больше, ведь вам не придётся переключаться на AR после попадания с кара, чтобы добить цель. Для тех, кто не особо понял или если хотелось бы побольше информации, приведу таблицу. Ставьте паузу и изучайте. Не забывайте самое главное. Личные предпочтения – очень важная вещь. Если вам крайне удобно играть, например, с спором для большого пальца, и у вас отлично получается справляться с отдачей, и вы уже не можете играть без высокой скорости прицеливания – это отлично. Осваивать другие рукоятки нужно для общего развития, но предпочтение – это очень важно. Кстати, напишите в комментариях, как вы относитесь к разным обвесам. Ищите ли вы только вертикалку или пользуетесь всем, что попадёт под руку? Если ролик вам понравился, не забудьте поставить лайк. Ведь мало того, что это очень сильно мотивирует выпускать ролики, так это ещё и помогает развитию канала. А чтобы не пропустить следующие ролики, подписывайтесь на канал. На этом ролик подходит к концу, тренируйтесь, убеждайте, и увидимся в следующем видео.